Добрый день, друзья! Как вы знаете, в среде профессиональных живописцев писать чей-то портрет по фотографии, это считается мавитоном. Мне об этом рассказывал в свое время Илья Сергеевич Глузунов, когда вспоминал свою работу над портретом генсека Леонидовича Обрежнева. А, кстати, Ник Сафронов рисовал мой портрет тоже по фотографии, потому что я отказался позировать. Мне просто было неудобно отнимать у такого востребованного художника время, но, тем не менее, я очень ему признателен. Кстати, по фотографии фотографа Веленгурина из комсомолки. Ну, это так, к слову, песня совсем не о том. Сегодня 80 лет Шилову Александру, легендарному художнику. Вот. И он мне рассказывал, как он в порядке исключения исправил, писал портрет Владимира Семеновича Высоцкого с фотографией. Послушайте, как это было. Высоцкий, кстати, вы рассказывали, это ведь единственный портрет, который вы писали не с живого человека, а с фотографией, потому что, ну, вас уговорили росты. Мама его, мама. Мама, мама, да. Она пришла на мою выставку, это был 81-й год, у меня была выставка персональная. И она пришла туда и говорит, вот, понимаете, я поклонник, поклонник то, что вы делаете, то-то, то-то, то-то. Я говорю, ну, я по фотографиям не работаю. Но зачем вам нужно? Вы не жалеете, что вы взялись за эту работу и изменили саму принципу не работать? Нет, я не жалею, потому что, во-первых, я совершил, я не ковалюсь и не бравирую этим поступок, который от меня хотела получить мама его. Она плакала, она так переживала и так далее. Она меня второй раз потом пришла, у нее даже цветной фотографии не было. Я говорю, я даже не знаю, сын, какой цвет кожи, какой цвет глаз, какой цвет волосы. Мне все важно. Вот. Она говорит, пойдемте домой. Привела меня к нему на квартиру. Дала мне его гитару. Дала мне его черную куртку, вот эту лакированную, в которой он часто выступал, красную рубашку. И гитара такие с инкрустацией перламутром. И говорит, я все-таки на вас надеюсь. Я гну, посмотрим. А мой один старший товарищ, он жил в Латкарино, там, где Высоцкий за две недели до смерти давал концерт. Да, и он сфотографировал. И он его сфотографировал несколько раз. И таким его никто не видел, когда он был бледно-зеленый. А, значит, его даже мама, Нина Максимовна, мне говорила, я даже хоть мать, я не понимала, как он еще ходит по земле. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.